Вы сейчас получите некоторое число, которое можно вычислить для любой поверхности. Абсолютно характеризует поверхность без края. Вот чтобы характеризовать поверхность без края, надо еще знать количество компонент края. А здесь все просто. Эйлерберг характеристика для поверхности, у которой нет края, это... Что? Это число. Вершин. Минус количество ребер плюс количество граней. Вот, ребят, оказывается, что когда вы берете любую диаграмму разрезания, даже если нарисовано в виде нескольких многоугольников, неважно, и соображаете, сколько на этой поверхности на самом деле будет вершин. То есть надо представить себе, что мы разрезаем по некоторым ребрам, чтобы компоненты, которые получаются после разрезания, были бы многоугольниками. И после этого подсчитываем. Так, давайте, в качестве упражнения. Как посчитать Эйлербергу характеристику сферы? Давайте быстро вычислим для всех, для них. Для сферы. Для сферы вершин? Вершин две. Две. Пишем два. Так, ребер сколько? Одно. Одно, потому что... А, и А с чертой это одно и то же склеивается. Два минус один. Отлично. Плюс один. Ну, грань одна, один многоугольник. Отлично. Равно двум. Эйлерберг характеристика сферы – это два. Отлично. У Тора вершин у него одна. Это мы сегодня с вами обсуждали. Вершин одна. Минус два. Два ребра, совершенно верно. И грань одна. Что? Да. Эйлерберг характеристика Тора – это ноль. Посчитаем Эйлерберг характеристику. Внимание, ребят, чего? Н Торов. Когда мы берем и склеиваем между собой Н Торов. Так, только мы берем не Н, а мы давайте возьмем, ну, скажем, три штуки, да. Двенадцатиугольник корресовать может. Двенадцатиугольник – это фактически часы. Так, ребят, я вам сразу скажу, формула будет 2 минус 2Н. Поэтому на самом деле он сейчас должен будет получить число 2 минус 2х3. Минус 4. Конечно, Е и Ф, да, Е с чертой и Ф с чертой. Вот картинка такая. Господа, обратите внимание, сколько граней? Одна. Одна. Теперь, сколько ребер? Ребер? Ну, 12 пополам. Шесть. Шесть. Значит, будет с минусом идти число 6. Замечательно. А вот теперь проблема с подсчетом количества вершин. Надо взять какую-нибудь точку, обозначить ее буквой А. И посмотреть. Из-за ребра А, которая склеивается с А с чертой, здесь будет тоже точка А. Дальше. Из-за ребра А с чертой будет здесь тоже А. Да. То есть все эти четыре подряд идущие точки, это одна и та же точка. Дальше. Вот это помню А. Из-за ребра какого? Б с чертой. Да. А два лично для остальных. Для вершины-то будет одна. А раз вершина одна, то все просто. Надо писать один там, где вершина. Один минус шесть плюс один. Так вот, ребят, если у вас Н торов, то будет абсолютно так же. Один минус два Н, потому что Н торов это четыре Н букв плюс один. То есть два минус два Н. Два минус два Н. Так, господа, сейчас чуть-чуть осталось. Надо стереть, вот там у нас были первый и второй случаи, быстро для проективной плоскости, для двух проективных плоскостей и для Н проективных плоскостей. Почему мне это очень важно, ребят? Потому что когда у вас есть выражение 2 минус 2 Н, то при разных натуральных Н оно принимает разные значения. То есть Эйлеровая характеристика отделяет друг от друга разные ориентируемые поверхности. Я напоминаю, что у нас там вверху ориентируемый случай, а внизу не ориентируемый. Так вот, когда поверхность ориентируемая, то ее Эйлеровая характеристика равна 2 минус 2 Н, где Н это количество торов, да? Количество тех самых ручек. Проективная плоскость АА. Да, мы всегда делали почасовой, поэтому пусть будет так лучше, да. Итак, АА. Сколько здесь вершин? Одна. Пиши, одна. Ребер тоже одно. Один минус один. Граней сколько? Одна. Один минус один плюс один равно единице. Так, рисуй две проективные плоскости. Это надо нарисовать на самом деле в квадратик. И там слово будет у тебя такое. ААББ. ААББ. Так, стоп, почему? Эта точка такая же, как эта, потому что А. Она является концом ребра А. Я не знаю, что это. Писо А. Да, да. И аналогично для писо Б. Согласен. То есть опять одна вершина. Так у нас всегда будет одна вершина. Пишем один. Отлично. Дальше. Ребер сколько будет? Н. Н. Заметьте, там было минус два Н, а здесь Н. Да. Плюс один. Плюс одна грань, да. Слушайте, ребята, так формула практически одна и та же. Там было два минус два Н, а здесь два минус Н. Два минус Н. А там было два минус два Н. Значит, если мы с вами докажем, что Эйлеровая характеристика является инвариантом, то есть не меняется при разрезаниях. Ребята, на самом деле это очень легко. Это надо просто посмотреть, какие же операции на самом деле мы делали. Мы делали операции типа АА с чертой убрать. Надо проверить, что при этом Эйлеровая характеристика не будет меняться. Мы делали операции разрезать на два куска. Но вообще-то, когда вы разрезаете на два куска, то у вас количество граней увеличивается на единицу. А количество ребер тоже? А количество ребер тоже увеличивается на единицу. Когда вы склеиваете? Нет, у вас есть еще такая операция, как поставить точку. Ну, замечательно. Количество вершин увеличивается на единицу, а количество ребер тоже увеличивается на единицу. Правильно? Поставить точку на многоугольнике. Легко проверить, что Эйлеровая характеристика является чем? Инвариантом. Инвариантом. Не меняется. Каждая компактная поверхность без края – это сфера или тор, или несколько торов склеенных, или проективная плоскость, две проективные плоскости и так далее. При этом нижний ряд, вот эта проективная плоскость и то, что получается из низ, не ориентируемы. То есть, когда движешься по ним, то можно поменять местами право и лево. А верхний ряд, сфера, торы и несколько торов, они все ориентируемы. То есть, на них есть понятие вращения по часовой стрелке. И они согласованы во всех точках.